Это сейчас старинный особняк купца Ивана Клотта привлекает самарцев к красивым фасадам и интересным наполнением. 25 лет назад памятник архитектуры 19 века федерального значения был почти разрушен. Сквозь дыры в потолке зияло небо, а улица заглядывала в окна через такие вот рассохшиеся рамы. Сейчас они бережно хранятся в фондах музея. Мне сказали, какая галерея картошки нет в городе. Вот с картошки, наверное, все и началось, потому что после картошки, после произнесения именно фразы «картошки нет в городе» вдруг все пошло. В 90-е годы в здании был сделан ремонт, а спустя некоторое время соседняя усадьба Новокрещеновых тоже смогла разместить у себя творческие мастерски. С момента открытия галереи по сегодняшний день ее создатель Нина Ивлева – бессменный директор. Сегодня это культурный центр, здесь хранится уникальная коллекция кукол, более 22 тысяч детских рисунков. Кроме того, что оно расположено в одном из самых красивых зданий города, которое в прошлом году было подвергнуто коренной реконструкции, через это учреждение, конечно, проходит огромное количество детей, это тысячи наших самарских школьников, которые творят, которые изобретают, которые учатся здесь любить наш город. На выставке, открывшейся в честь юбилея, только лучшая из обширной коллекции особняка Клотта. Работы присланы из 10 стран мира. Работники галереи рассказывают, детские рисунки отражают не только внутренний мир самого автора, это целый культурный срез. Например, на рисунках китайских ребят отчетливо просматривается коллективное мышление. А вот эту монохромную работу сделал ребенок из Югославии, когда там шла война. Развиваться есть куда, говорят, в галерее. Представленные экспонаты могут даже звучать. Вот эти куклы скоро преподнесут посетителям музыкальный сюрприз. Можно будет услышать, как играют Лютня и Лира. Виктория Шара и Артем Сулайманов. События.